Очень удобно. Ну и перейдем к следующей важной истории. В России новый детский омбудсмен. Путин назначил этот пост сенатора от Пензенской области, Марию Львову Белову. Уроженка Пензы, замужем, ее интересно, что муж священник, у них действительно многодетная семья. Львова Белова долгое время занималась благотворительностью, и это не все. Она выпускница школы губернаторов, победительница лидеров России и, естественно, член Единой России. Что еще известно о новом детском омбудсмене и как они говорят в ее родной Пензе? Подробности в материале Дождя. Я занимаюсь с одним ведущим тренером, который учит правильно выступать. Такая уже матерая тетка, которая готовит губернаторов. У нее стоит 150 тысяч час. Ну, чтобы вы понимали. Но со мной как многодетная, сплоуная, она занимается бесплатно. Ну, три занятия она там мне дала. И мы когда с ней разговариваем, она говорит, ты понимаешь, что главное сейчас не стать вот такой чиновницей. И потом в какой-то момент мы с ней общаемся, она говорит, но пока ты как святой водой умываешься объятием своих ребят, в твоей жизни все будет хорошо. Да? Биография Марии Львовой Беловой кажется идеальной для должности детского омбудсмена. Училась в лингвистической гимназии, окончила училище искусств по специальности дирижер эстрадного оркестра. Потом училась в Пензенском государственном технологическом университете на менеджменте. Сама из многодетной семьи. Во многом мне это помогает. Ну, и, собственно, другой жизни я вообще не представляла. Когда ты старшая дочь, и, наверное, дети из многодетных семей меня поймут. Когда ты в 18 лет умеешь абсолютно все. Ты умеешь пеленать детей, ты умеешь варить большими кастрюлями, ты умеешь вести хозяйство, заниматься бюджетом. Мария Львова-Белова с 11 лет поет в церковном хоре. Здесь же познакомилась со своим будущим мужем Павлом Кагельманом. На момент знакомства муж, правда, был программистом. Они в браке уже 18 лет. У них 5 родных детей. 5 рожденных вами. Да, конечно. Мной рожден, лично. Послушайте, сколько вам лет? 30. Извините, что это? 36. Слушай, послушайте, вы так хорошо выглядите. Просто это такой замечательный пример. Нет, я серьезно говорю, честное слово, вот от души. Также Мария Львова-Белова с мужем воспитывают четверых приемных детей и являются опекунами для 13-ти молодых людей со статусом недееспособности. 5 детей, которые с ней живут, там, конечно, максимальное внимание, потому что это подрастают. Приемные дети, они уже тоже выросли, они уже живут самостоятельно. Ну, там с каждым какой-то тоже объем времени они, конечно же, встречаются. У них есть вот такие большие фотографии, даже когда они все вместе собираются. Вот. А ребята, которые находятся под опекой, вот, это необходимость, вызванная, кстати, проблемами нашего законодательства в том числе, которая сегодня, ну, вот, создает такую ситуацию, что руководителям благотворительных организаций, Мария – учредитель, сейчас она не может быть исполнительным директором учредителем. Они вынуждены для того, чтобы ребятам дать возможность жить не в психологическом интернате, ну, оформлять опеку. Ну, и поскольку это неформально, то, конечно, она с ними тоже регулярно встречается, общается. В начале карьеры Мария Львова-Белова работала преподавателем по классу гитары в музыкальных школах и училище культуры. В 2008 году она стала соучредителем благо Веста. Эта организация помогает адаптироваться к самостоятельной жизни воспитанникам детских домов. Здесь же работала предыдущий детский омбудсмен Анна Кузнецова. Потом они вместе сделали еще один фонд для поддержки семей. Они давно с Анной Кузнецовой делали фонд «Покров», работали вместе, потом поругались. Анна Кузнецова сделала свой фонд, Мария сделала свой фонд. И дальше как бы их пути разошлись. И как нам всем кажется, здесь вот в Пензе, когда вчера узнали о том, что Марию назначили на эту должность, просто хохотали. Ну, потому что как бы такое ощущение, что они конкурируют между собой до сих пор. Анна Кузнецова и Мария Львова-Белова. Кто больше детей родит, кто больше хороших дел сделает, кто круче должность получит. Один из самых известных проектов Львова и Беловой – «Квартал Луи». Это реабилитационный центр. Она назвала его в честь американского музыканта Луи Армстронга. НКО, с которой я плотно взаимодействовал, работала вместе с ее НКО «Квартал Луи» над социализацией детей в детских домах, собственно, в Пензе. Они были нашим партнером ключевым в этом регионе. Мы там в трех детских домах проводили социализирующую образовательную программу для детей. Дети обучались социальным навыкам. Это человек, который, во-первых, я думаю, что она действительно любит детей, причем и своих, и чужих, и даже, я бы сказала, скорее всего, не делая разницы такой прямо сильной между своими и чужими. Я думаю, главное – это то, что она не смиряется с бедой, болью, одиночеством, отсутствием перспектив, какой-то безнадежностью. В «Квартале Луи» помогают воспитанникам детских домов с инвалидностью, чтобы после 18 лет они не оказались в доме престарелых или психоневрологическом диспансере, потому что сами не могут наладить самостоятельную жизнь. Сейчас у фонда около 60 подопечных. «Квартал Луи» действительно позволил сделать так, что и о Марии узнали, и об этой теме узнали. Кстати говоря, и в том числе о технологии, сопровождаемого проживания. Он разрастался, получал поддержку не только доноров частных, со временем, в том числе и со стороны государства. В 2016 году Мария Львова-Белова баллотировалась в Госдуму и прошла, но сразу после выборов от мандата отказалась. Ну и тогда заставили отказаться, и это показало, наверное, всем, что она человек системный, и она, вот я точно знаю, она не хотела очень отказываться. И говорят, даже она плакала. И это не единственная подобная история. И она избиралась, и я избирались в Пенинскую городскую думу, и она тогда, в 2019 году, будучи паровозом списка «Единой России», будучи в тройке, фактически предала своих избирателей, отказавшись от мандата. Причем, когда у нее начали спрашивать, уважаемая, а почему вот так получилось? Вы же вот, да, там, были во главе списка. Она отдала какие-то путанные пояснения. Сенатором она стала относительно недавно, год назад. А этой осенью, через два дня после ее дня рождения, ей исполнилось 37 лет, позвонил Путин и предложил ей должность детского омбудсмена. И не могу не поделиться... Пожалуйста, пожалуйста. Владимир Владимирович, я не могу не поделиться с вами личной историей. Мне 15 лет, и я лежу с младшим братом в больнице. И в соседней палате я впервые увидела малыша от Казничка. И он такой был маленький, такой беззащитный, лежал там на этой голой клеенке. И я тогда у стекла этого бокса дала себе зарок, что когда я вырасту, я сделаю все, что от меня зависит. Для того, чтобы ни у одного ребенка, живущего в России, была забота. Некоторые упрекают Львову Белову в том, что ее проекты существуют во многом на государственные деньги, а также в, цитата, заигрываниях с властью. Ну а сторонники говорят, что она просто хочет помочь как можно большему количеству людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok